В Ульямской области улучшается взаимодействие гражданского общества и власти. Этому способствует работа регионального общественного совета. В минувший четверг, 5 мая, в Ленинском мемориале состоялась очередная сессия этого общественного органа. Началась она с торжественного мероприятия. В Рио губернатор Ульямской области Сергей Морозов вручил удостоверение новым членам совета. В самое ближайшее время в полную силу должен заработать уже обновленный совет по правам, по родителям гражданского общества и правам человека в Ульямской области. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы он превратился по-настоящему в самый главный экспертный совет, в самую главную действующую систему, связанную с мониторингом состояния развития гражданского общества. Для нас крайне важно, чтобы наш с вами совет, по примеру того, что делает Владимир Владимирович Путин, замахнуться на проведение медиафорума региональных и местных средств массовой информации в Ульяновской области для того, чтобы и журналисты, и представители думовой сферы, да и просто активные граждане имели возможность прийти, обозначить те или иные проблемы, и обозначить те или иные интересные проекты, предложения к тому, чтобы власть имущая, для того, чтобы в целом общество более внимательно присмотрелось к тем недостаткам или к тем интересным идеям и проектам, которые есть у нас в Ульяновской области, и достаточно быстро либо устранил, если это говорим о недостатках, либо достаточно быстро принял их к исполнению интересные проекты, поддержал, и таким образом сделал бы все, чтобы люди почувствовали свою нужность. О главных задачах, стоящих перед советом, рассказал руководитель Центра развития НКО при Общественной палате Ульяновской области Елена Шпоркина. Создание такого совета, по примеру Российской Федерации, потому что при президенте Российской Федерации тоже создан подобный совет по правам человека развития гражданского общества, говорит о том, что именно этому вопросу все больше и больше уделяется внимание в регионе. И это очень актуальная тема, и, надеюсь, совет даст толчок развитию некоммерческих организаций, потому что уже правительством Российской Федерации разрабатывается программа по обеспечению поэтапного доступа некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере. 10% от социальных программ будут даваться некоммерческим организациям. Для этого, конечно, нужно подготовить этот сектор, подготовить и качественно, и в том числе финансовыми вливаниями, и другими видами помощи, которые может оказать власть, для того, чтобы некоммерческий сектор стал конкурентоспособным и приносил все большую пользу конкретным людям, проживающим на территории области. В ходе рабочей сессии был выбран руководящий состав Совета. Председателем регионального общественного совета единогласно была выбрана президент Нотариальной палаты Ульяновской области Венера Браташова. Андрей Корчагин, Юрий Конихин, Андрей Полянский. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской области Венера Браташова.